Добрый день, Андрей Афанасьев, телеканал Царьград. Недавно в СМИ прошла информация о том, что якобы на территории Сирии были размещены боевые военные самолеты Российской Федерации. Хотелось бы узнать, насколько это соответствует действительности. Что касается информации, я тоже ее видела, по поводу размещения самолетов на территории Сирии. Я также видела комментарии, которые были даны по линии Министерства обороны и пресс-секретаря президента Российской Федерации, которые дозавуировали эту информацию. Здесь мне добавить нечего. Но я хотела бы повторить и подчеркнуть еще раз, что очень часто почему-то делаются какие-то сенсационные заявления о военно-техническом сотрудничестве России с Сирией, о увеличении, уменьшении и так далее. И эти публикации мы видим в различных частях света, появляются. И из этого делается какая-то сенсация. Я просто и на брифингах, и на встречах с журналистами, и в каждом интервью, и при любой возможности говорю, уже не говоря о руководстве, нашем министерстве. Мы каждый раз говорим о том, что мы никогда в жизни не делали из этого никакого секрета. Это наша последовательная линия, которая связана с оказанием помощи Сирии официальному Дамаску в борьбе с террористической угрозой. Изначально, несколько лет назад, когда мы призывали международное сообщество активно оказывать Сирии помощь в борьбе с терроризмом, мы, к сожалению, были в одиночестве. Потому что нам, наши коллеги, рассказывали о том, что никакой террористической угрозы в Сирии нет. Если вы помните, основу своей концепции западные государства строили на том, что это очередная волна арабской весны, что это проявление демократического волеизъявления народа, что это просто демонстранты, которые выходят и выражают таким образом свое недовольство властью. Мы говорили о том, что, безусловно, проблемы в Сирии есть, и, безусловно, есть недовольная политика официального Дамаска. И, безусловно, не все было и делалось правильно, и, безусловно, там, наверное, как и в любой стране, большое количество того, что стоило бы улучшать и реформировать. Но мы-то говорим действительно о террористической угрозе. Прошло несколько лет, и та болезнь, которую можно было бы пресечь в самом начале, она приобрела те формы, которые она приобрела сейчас. И то, что вы сейчас видите в Европе, это тоже отголоски, а я бы сказала даже не отголоски, это просто прямое следствие той болезни, которую надо было всем миром начать лечить несколько лет назад. Тогда мы были в одиночестве. Мало того, уважаемые представители зарубежной прессы все время выдавали нашу помощь и содействие за Дамаску, за поддержку так называемого кровавого режима. И когда мы говорили о том, что вы захлебнетесь в потоке и беженцев, и вы захлебнетесь в международном терроризме в той или иной форме, нас не слушали и нам не верили. Поэтому, к сожалению, это не повод для злорадства отнюдь, потому что мы лучше других понимаем, что таких проблем, как это, у них не бывает границ, они глобальны, их поэтому называют общие вызовы и угрозы. И еще раз хочу подчеркнуть, что мы оказывали, оказываем и будем оказывать помощь Сирии как государству, члену Организации Объединенных Наций, соответствующую помощь в борьбе с террористической угрозой. Делаем это в полном соответствии с международным правом. Продолжение следует...